Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова встречаемся на библейском портале экзегет для того, чтобы сделать небольшие комментарии для послания апостола Павла к фессалоникийцам. Напоминаю, что это сегодня будет вторая глава первого послания к фессалоникийцам, первого текста из Нового Завета. Первый стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственным, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Здесь нужно обратить внимание на следующее. Здесь апостол Павел рассуждает о том, что то благовестие, которое было принесено фессалоникийцам, дано было не просто как некому странствующим философам, не приносящим никакой опасности, но всегда почва религиозная, она предполагает определенные, может быть, нестроения, несогласных и определенную опасность. Более того, иудеи уже тогда начинают воспринимать христиан как некоторых сектантов, ну, некая иудейская секта, почитающая Иисуса Христа, Мессией. И вот апостол Павел также действует на фоне создание такого явления, как софизм. Софисты — это были люди, достаточно распространено, это было в античном мире, когда учили философствовать за деньги. Любую философскую идею можно было оправдать, и иногда в одной и той же речи можно было оправдывать абсолютно противоположные взгляды. Софисты этому учили. Так вот, апостол Павел говорит, что он не искал никакого денежного вознаграждения, не искал ничего материального, но он дарил то, что имел сам, то необходимое для спасения. Не было ни чистых побуждений, ни лукавства. Сегодня мы бы сказали, что апостол Павел пришел не из меркантильных целей, чтобы нажиться на фессалоникийцах, или филиппийцах, или коринфянах, что свои миссионерские путешествия он производит только ради того, чтобы собрать какие-то деньги. Здесь нужно напомнить, что да, апостол Павел собирал подаяния для иерусалимских общин. Это была одна из его важных миссий в этих путешествиях. Но апостол Павел, как мы видим, всегда немножко дистанцируется от этого вопроса, чтобы его не связывали с приобретением денег, приобретением имущества. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слова ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится со своими детьми. Здесь нужно тоже не забыть одну вещь. Апостол Павел использует прекрасную систему образов, понятную его читателю. Много льстецов есть в мире. Много людей, которые привлекают к своему учению скорее красивыми словами, какой-то бомбардировкой любовью, как сегодня это устоявшееся выражение, какой-то учтивостью. Иногда ты не можешь отказать человеку не потому, что ты уверен в том, что он говорит, а потому, что он слишком хорош для тебя, он слишком обаятелен. И апостол Павел не использует этих средств для произведения своей проповеди и не имеет видов корысти. Ведь мы знаем, что апостол использует ручной свой труд для того, чтобы прокормить себя и не обременять церковь, которую он основывает какими-то поборами или содержанием самого себя. Он говорит, что мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится со своими детьми. На самом деле, каждая женщина, каждый мужчина прекрасно понимает в античном обществе семья играла очень важное значение, институт семьи, прекрасно понимает, каким образом мать или кормилица обходится с детьми. Как аккуратно, с какой лаской и нежностью, потому что ребенок беззащитен, не может дать отпор, он не испорчен еще гневом, ненавистью, злобой, которые испорчены и подвержены этому тлению. Очень много людей здесь, в этом мире. И апостол Павел говорит о себе как о тихом, спокойном. Они пришли туда для того, чтобы послужить вам, потому что кормилица служит тому, кого она кормит. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, что каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Напоминание о том, что люди призваны к царству, к славе Божией, что они призваны самим Богом, не апостолом Павлом, не каким-то священником, они призваны самим Богом, и поэтому они внутри церкви, они часть божественная, они любезны Богу, они любезны апостолам, которых они уважают и любят. Это очень мотивирует человека для того, чтобы идти путем духовной жизни, для того, чтобы выпестовываться, для того, чтобы каждое свое действие соразмерять с заповедями Божьими. И смотрите, как удивительно апостол Павел говорит, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Удивительно, апостол Павел приносит прекрасную, благую весть о том, что вы любимы Богом, Бог отдал свою жизнь за вас, Бог вводит вас в царство Божие. И в то же время он умоляет, чтобы человек принял этот дар. Он просит, убеждает, использует все возможные методы. И те, которые не возвышают его, не ставят его на ступень выше умоляемого, для того, чтобы они приняли дар Божий. Значит, для апостола Павла важно не только передать, не сам, может быть, даже механизм этой проповеди, сколько ответ на нее, сколько плоды. А Христос в Евангелии говорит, по плодам их узнаете их. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в нас, верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящихся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается и на них гнев до конца. Апостол Павел сам от Иудеев, апостолы сами от Иудеев, но они, конечно, стали некими отщепенцами в своем народе, стали неприятными, стали лишними, и Иудеи иногда, которые даже приходили ко Христу возникала другая проблема, будь как я, подчиняйся закону Моисееву, а иначе ты все равно будешь человеком второго сорта. Вот апостол Павел стирает эту проблему, пытается уравновесить ее, дабы всякий приходящий к церкви человек был наравне с другими, чтобы церковь была местом, где нет Иудея, ни Элина, ни Раба, ни Свободно, ни мужского пола, ни женского, но все во Христе Иисусе были бы равны между собою. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, но воспрепятствовала нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не выли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его, ибо вы слава наша и радость. Что человеку дает, точнее, откуда он черпает силы свои, откуда он черпает славу, венец, награду от тех плодов, которые принесли его руки. Господь Адаму говорит о том, что тот будет в поте лица своего добывать хлеб. А Христос в Евангелии говорит, цитируя книгу Второзакония, не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Так что пища для истинного поклонника Иисуса Христа, истинного христианина, это исполнение заповедей Христовых. И, соответственно, плоды, которые дает это исполнение, исполнение той потенции, которая заложена в апостоле Павле Духом Святым. Тот призыв, который дал ему Христос, и вот исполнение этого призыва, шествие по этому призыву, дает ему силы и увенчает его венцом, наградой, когда люди, которых он привел ко Христу, становятся подлинными настоящими христианами. На этом заканчивается вторая глава послания к фессалоникийцам. В следующих видео мы с вами разберем и другие главы. Всем желаю доброго здравия и помощи Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok